Между тем, не всем членам команды Х живется так весело и беззаботно. Горло некоторых из них уже сжимает костлявая рука правосудия, и холодок камер подбирается к их пяткам. На минувшей неделе прогремела на всю республику новость о том, что экс-министр Хабировского Минстроя Рамзиль Кучербаев не только лишился шанса отвертеться от шестилетнего срока в тюрьме, но еще и получил увеличение срока наказания до 9 лет. 9 лет колония общего режима определил ему суд, рассмотрев еще 50 эпизодов криминальной деятельности главного строителя республики Башкортостан, ну и, собственно, 3 годика накинули. Как ни странно, на этом фоне заговорили о том, что шансы другого хабировского уголовника, экс-вице-премьера Беляева, на смягчение приговора резко возрастают. Ну, посмотрим, будет ли башкирское правосудие соблюдать баланс в выписывании сроков членам команды Хабирова. А еще суд оставил под стражей экс-мэра Салавата Игоря Миронова. Его обвиняют, напомню, в злоупотреблениях при оформлении так называемой Сидякинской концессии на электросистему города. Суд оставил Миронова под стражей до 9 августа текущего года. Продолжает сидеть в СИЗО, мэр Межгория, ну и еще десяток членов группировки Хабирова помельче, всевозможные председатели сельсоветов и так далее. А, увы, пока Уфа в отстающих, мэр Уфы пока на свободе. Не знаю там, как насчет чистоты его совести, но, как говорится, лиха беда начала. Мы помним, что в истории вообще бывали так называемые правительства в изгнании, а в Башкирии, пожалуй, что на фоне вот этого всего впору говорить про правительство на нарах.